Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Эта передача посвящена деятельности Кировской экспертно-строительной организации и руководителя организации Павла Рылова. Я приветствую в нашей студии. Павел, здравствуйте. Широкий спектр услуг оказывает Кировская экспертно-строительная организация. Это и обследование зданий и сооружений, и строительный контроль, и строительная экспертиза. Но об этом чуть позже. Начать предлагаю с небольшой такой исторической справки. Сколько лет вы уже на рынке? Примеры работ, география работ. Вот с какой проблематикой приходится сталкиваться? Во-первых, на рынке мы уже с 2010 года, то есть уже более 12 лет. За этот период собрали достаточно обширную базу наших наработок, клиентов и так далее. То есть мы в основном специализируемся на решении вопросов в строительной сфере. Начиная от бумажных каких-то вопросов, согласований, и заканчивание ввода в эксплуатацию зданий или сооружений. В том числе в нашей компетенции находится обследование зданий на предмет их безопасной эксплуатации. Очень важный вопрос. Да, мы всегда говорим, я привожу пример такой, что в автомобиле масло вы меняете с определенным интервалом, то здание-то тоже требует осмотра с определенным интервалом. И, как правило, большая часть владельцев именно зданий и сооружений на это закрывает глаза. То есть в реальной работе вы сталкиваетесь с ситуацией, когда сроки обязательной проверки, обследования, они давно уже где-то были позади, да? Да, то есть у нас непосредственно о нашей нормативной документации не сильно регламентируется срок именно гражданских зданий и сооружений, не говоря уже про безопасности. Но, тем не менее, есть документы, нормативка, где хоть как-то прописан этот регламент. Но даже просто его соблюдая, вы уже обезопасите себя, в первую очередь, как владельца, собственника, либо инженера, который эксплуатирует это здание и сооружение, обезопасите себя, людей, которые там находятся, ну и окружение, имущество третьих лиц. А почему такое происходит? Почему сроки пропускаются? Не обращают на это внимание. Основная проблема в чём? С нашего опыта все считают, что если пока нет каких-то либо видимых деформаций, то и зачем, в принципе, это обследовать или смотреть. Но всегда лучше предупредить, чем потом разбирать завалы. В поговорке, да, получается, пока гром не грянет. Всё верно, да. То есть нам необходимо в первую очередь выявить все дефекты, которые только-только возникают. Такие-либо прогибы, крены, которые на глаз не видно. Есть специальное оборудование, которое это всё видит, фиксирует, и уже мы можем сделать выводы о нормативном состоянии или нет. И, как правило, как раз вот собственники на это, в принципе, не обращают внимания до тех пор, пока вот не появится какая-то значительная трещина, дефект. Собственники это кто? С кем вы непосредственно работаете, взаимодействуете? Это юридические лица, госорганы, юридические лица? Да, у нас есть заказчики как частные клиенты, которые, ну, частный ИП, владелец, не знаю, там, Иван Иванович, да, предположим. Есть государственные муниципалитеты, которые вот садики, школы, больницы, и фоки, и так далее, да, вот. Есть инвесторы тоже, которые вот держат склады, не знаю, там, коммерческие... Промышленные объекты, да. Промышленные объекты, и, в конце концов, там, многоквартирные дома, да, где собственниками являемся каждый, кто зарегистрирован, да, собственник там по определенной площади помещений и так далее. То есть все те, кто так или иначе связан с эксплуатацией, обслуживанием зданий или сооружений. То есть даже бывает такое, что собственник имеет в собственности, там, 10, 15, 20 зданий или сооружений, но у него есть человек, который обслуживает эти здания, главный инженер, либо там начальник АХЧ, другие люди, которые ответственные, да, то есть их задача следить за состоянием конструкций и в каких-либо ситуациях срочно принимать меры. На мой взгляд, если ты нанимаешь профессионалов в этом деле, то дальнейшая эксплуатация безопасна, если все хорошо. И второй момент, ответственность, которую несет организация, она просто колоссальна. То есть она подтверждает либо все хорошо, либо все плохо. И в случае каких-либо нештатных ситуаций вы уже работаете с теми, кто вам проводил обследование. Потому что это специализированная организация, в которой есть допуски СРО, лицензии, штат специалистов, оборудование, ну и юридическая ответственность. Давайте пройдемся по тому спектру услуг, которые оказывает Кировская экспертно-строительная организация. На что, в первую очередь, хотелось бы внимания обратить? У нас, на самом деле, 4 основные услуги. Это первое, это технический заказчик. То есть эта услуга предоставляется для тех клиентов, которые хотят что-либо построить. То есть есть идея, но нужна и реализация. То есть здесь непосредственно мы контролируем весь процесс от идеи до ввода к эксплуатации. То есть согласование всех документов, разрешение на строительство, выбор проектной организации, выбор строительных подрядчиков. Кто непосредственно возводить будет. Да, строить подготовка документации на ввод в эксплуатацию. В промежутке контролирование инвестиций, которые выделяются, чтобы мы убедились и нашему клиенту доказали, что его деньги тратятся в нужное русло. Никуда не уходит, ни налево, ни направо. Как правило, у нас бывает очень часто, что сметная стоимость потом превращается в 2-3 раза, умножается и так далее. То есть мы это как раз контролируем. То есть мы здесь являемся законными представителями, нашего клиента и являемся его глазами, ушами и защищаем его интересы. Так, далее. Вторая услуга – это обследование зданий и сооружений. Ну, здесь, можно сказать, достаточно просто, но не просто. То есть здесь обследование с целью состояния конструкции на сегодняшний день, с целью капитального ремонта, реконструкции, с целью, если здания построены с нарушением предоставительных норм, земельных норм и так далее, то есть возможно ли его ввести в эксплуатацию, то есть это так называемое самостроение. Ну, споры такие возникают, да, опыт показывает, что... Это те здания, которые требуют достройки. Вот сейчас вот пытаются достроить здания с долевым участием, да. Ну, есть такие достроения, да, 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 которые заморожены были. То есть тоже нужно обследовать, понять, в каком состоянии конструкции, возможно ли достройка, какие конструкции нужно поменять и так далее. Это малый перечень непосредственно, что такое обследование зданий и сооружений. На самом деле он обширный, но здесь мы уже работаем по запросу индивидуально, что конкретно нужно нашему клиенту. Вот, третья услуга – это проектирование. То есть мы занимаемся проектированием капремонтов, крыши, фасады, фундаменты и частично новое строительство реконструкции с прохождением государственной экспертизы, проектной документации либо негосударственной экспертизы, проектной документации. И последняя услуга, на которой мы тоже делаем акценты – это выделяем строительный контроль, по сути, из технического заказчика. То есть не всегда клиенту нужен именно весь блок технического заказчика, ему достаточно просто строительный контроль. В чем суть тут? Здесь мы контролируем качество выполненных работ, объем фактически выполненных работ, потому что он не всегда и даже зачастую не совпадает по факту. И участвуем в подписании документации, на основании которой проводится оплата денег подрядчику. – Оплата выполненных работ. – Да, подрядчику. То есть вот эта вот услуга, которая контролирует ход строительства, качество строительства, объем выполненных работ и оплату денег. – Это очень кропотливая работа. Ваши сотрудники непосредственно присутствуют на объекте? – Да, то есть мы здесь с нашим клиентом обсуждаем, либо у нас постоянное присутствие на объекте, либо мы какой-то график составляем и выезжаем на определенный этап работ. Идет заливка фундамента, мы смотрим, предположим, арматуру, опалубку, если там все хорошо, мы даем добро на заливку бетоном. И такие вот этапы строительства мы постоянно проверяем. То есть присутствие строительного контроля – это у нас градостроительный кодекс в Российской Федерации, он обязывает… – Заниматься этим. – Заниматься этим, да, и чтобы на каждом объекте это либо от подрядчика, либо от заказчика, инженер строительного контроля присутствовал. – Как часто ваши клиенты вас благодарят за сэкономленные деньги? Когда вы по факту что-то на объекте видите, что… – Мы всегда говорим, что… – Какие-то недочеты есть, да. – Да, услуга строительного контроля, услуга технического заказчика и обследование зданий и сооружений – это всегда, в общем-то, экономия денег клиента в силу того, что даже на одной проектно-сметной документации на смете можно уже выявить ошибки, которые существенно снизят стоимость строительства. И мы всегда говорим, что наши услуги для вас, в принципе, уже бесплатны, потому что мы в большей части случаев находим экономию. Даже неправильно, не экономию, а рациональное решение, которое снижает стоимость, которое не уменьшает качество выполненных работ и, соответственно, сроки. – Давайте напомним, где можно получить более подробную информацию, куда стоит обращаться непосредственно в Кировскую экспертно-строительную организацию. – Мы располагаемся в городе Кира, основной офис, Московская, 107Б, второй этаж, наш телефон 219-900 и наш сайт kesacorp.ru. – Благодарю, это Павел Рылов, руководитель Кировской экспертно-строительной организации. Кировской экспертно-строительной организации, в Parliamenting Control Studio активно-